Привет всем, мои дорогие друзья, а также новые зрители канала Заброшенная Россия. Мой канал рассказывает о наших российских деревнях и людях, живущих в них. И сегодня я снова нахожусь в селе Красное Колпнянского района Орловской области. Год назад я снял здесь два интересных фильма, увидел очень много интересных машин, и одну из них купил. Сейчас я покажу вам эту замечательную машинку, которую мы будем скоро забирать. Приехал сегодня один с моим другом Игорем, который ведет свой YouTube-канал по автомобилям, к которому мы договорились о реставрации моих некоторых экспонатов. И вот этот вот Запорожье, с которым мы сейчас будем смотреть, мы отправим в мастерскую к нему на реставрацию. Также мы прогуляемся сегодня по деревнях, в тех местах, где до этого не были, проверим машинки. Поэтому, как всегда, будет интересно. Посмотрите до конца. Поехали! Ну что, друзья, вот он красавчик меня, который целый год ждал меня. Смотрел внутри там, честно. В общем, купил, друзья, я в том году еще его, но времени не было забрать. Как вы помните, не видя фильм, но он стоял вон там в зарослях. Я снимал здесь несколько фильмов, два фильма. Старые номера, вообще. Как новенькие. Родненькие. Ковры, а чего только стоят? С мишками. Советская борьба с коррозией. Да, да, да. Даже колеса подкачаны. Что, делать будем? Конечно. Выше всего, конечно, мне номера нравятся в таких машинах. Обратил внимание на Запорожцах, амувайка одна идет. Вот на том Запорожце, например, такая хромированная, сохраненная. Прям четкая. Вот уже нам его открыли. Проверяем комплект на сиденье. Смотрите, какие хорошие. Ковры. Представляете, как можно летать, кататься. Тут пробег 47 тысяч всего лишь навсего. Обалдеть, как новые все. Руль старинный. Багажник у нас. Блин, стоит на улице сколько лет, да? Да. Раньше украинцы могло делать. Открывашечка. Ух ты, даже не знал. Ух ты, красота. Даже заводилка есть. Да, кривой. Слушай, ну это шикарное состояние. Да. Сила поехал. Да, все комплектное. Карбюратор и вся проботка. Все, все цело. Классно выглядит. У них да, вот здесь все отлично. Ну, а здесь у нас, друзья, раньше была заброшена контора. Очень много раз мимо нее проезжал, но никогда не заглядывал внутрь. Мне сказали, что здесь вход в нее свободный, где-то сзади. Сказали, там что-то осталось со времен Советского Союза. Ну да, друзья, как обычно, вход в такие места свободен. Ух ты! Я уже нашел себе экспонат в музее. Вот, смотрите. Такие вещи очень люблю. Классные. Можешь еще что-нибудь найдем сейчас. Механизатор, 85-й год, а? Комсомол, ребенок, и помощник партии. Уколон, да, такой-то? Ага. Пойдем посмотрим, что тут раньше. Это был директорский, наверное, кабинет. Высокие потолки, касса. Животновод. Ух ты, какие плакатики. Заберем в музей. Ух ты! Прикольная вот эта, сучка. Как не отобрали еще ее. Заслуженные колхозники кончились. Как же, при этом музее надо просто выбить одежду и все, палочкой. И батеньки помыть в ручье. Ух ты! Отличие, да? Да, классные. Пачка целая. Старые книжки. Что вы у нас тут читали? Оплата труда в колхозах. Их сколько они лет тут стоят, интересно. Организация оплаты труда в сельском строительстве. Как я уже говорил, Игорь тоже блогер. Кстати, раньше меня начал. Когда у меня было 3000 подписчиков, у него было 60 тысяч подписчиков уже. Кому интересно, друзья, ссылочку на Игорь оставлю в описании. Приходите на его канал, посмотрите, что он занимается. Очень интересно. Обалдеть! Смотрите. Ленин даже остался. Но я чувствую, он был здесь железным. И вот одрали. Или алюминиевым. Ух ты! Классно как. Интересно, такие вещи люблю. Жизнь и деятельность Ленина классные. Газетки, конечно, уже подгнивают. Но вообще стенд прям классный, информационный. Да, такой редко можно видеть. Класс вообще. Необычненько. Социалистические обязательства колхоза. И вот стендик программы КПСС и программа мира и создания. Хе-хе-хе. Шикарно. Вот музей прям тут делают, да? Игорь заметил тут сейф. Я сразу не увидел его почему-то. Здоровый. Как шкаф. Единственный желез, который отсюда не смогли уточить. Скажите, почему он такой тяжелый? Там может песок, кирпичи. Вот его сдвинуть вообще бесполезно. Да, тяжелый. Килограмм 100, наверное, весит точно. Что, комсомольский билет? А, посоюзный. Членские взносы, марочки. Фамилия, наверное, нет. Ну, фамилия. Тут непонятно. В общем, столовка тут тоже оказалась открытая. Решили тоже посмотреть. Заглянуть, конечно, все сложнее залезть уже будет. Ну, что, друзья, там, как думаете, красиво-некрасиво? Эх, у-у-у. Блин. Я очень люблю такие вывески. Разбили. Блин, ну, собрать можно. Стекла все там, управление колхоза. Я такие вывески стеклянные вообще обожаю. Соберу, возьму обязательно. Зажоленько, конечно, да? Ух ты! Вот это да, друзья. Смотрите. Вы только посмотрите. Мишки целые. Ты обалдеешь сейчас, заходи сюда. Ох, нет. Смотрите, как красота, друзья. Целый клуб можно сделать, да? Все целое. Смотрите, даже вот второчки остались. Да, столовка была. В таком состоянии я еще, честно говоря, не видел, чтобы там все сохранилось. Смотрите. Столы сносить, да гуляй. И вообще. Шикарным видом, главное. На деревню штанг тут вырезал. Расписывал. Смотрите, конек горбунок. За птицей. Вот все вырезано. Даже потолки вырезали. Да, друзья, я в шоке, честно говоря. Я в заброшенных столовых никогда не был. В каком году работала. В 2009 году. Закрыто акционерное общество. Нобель. Обед заказывали. Газ. Все целое вообще. Бери, готовь и банкет накрывай. Обалдеть. Новый год, наверное, мы нашли, где будем праздновать. Точно. Едем дальше точно. В общем, друзья, едем в другую деревню. Машину смотрите грузовую. И увидели тут заброшенный домик. Чувствую, что давно здесь не живут люди уже. Старенькая избушка. Кто-то ходит. Заходит. Дом у нас открыт. Как обычно бывает это. Ух ты! Смотрите, друзья. Старые фотографии. Мальчонка в кепочке. Свадьба. Старые фотографии. Ангарского города. Похороны. Старинная фотография вообще. Какие годы интересные. Дом по этой крестьянина. Трожжина. Интересно, где такой я находился. Что-то в первый раз в таких домах. Что, как ощущения? Немножко жутковато на самом деле. Что-то все раскурочено тут. Зачем-то окошки выбили. В соседнем доме тоже заброшенные почему-то. В каждой семье, по-моему, были такие. Под одежду, друзья, тут увидел фотографии. Смотрите, сколько-то и альбом целый. Обалдеть. Два альбома. Вот это, да, друзья. Вот это, да. Старые фотки. Обалдеть. Эти ребятки. Первый класс. Друзья, смотрите, какого-то выразительного. Такой необычный человеческий взгляд. Такой необычныйазывает. Такой необычный. Такой необычный. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Не жалко за него взять. Остальное все есть у меня. Из-за наклеек только, потому что как бы сундуков много, а вот наклейки редко попадают. Я такие очень люблю для музея. Проходите там? Ладно, спасибо. Давайте всего хорошего, очень весной приеду. По москвичу, по металлу, если что, возьму. Ну что, друзья, теперь я вернулся на то место, где я снимал фильм год назад. В этом доме я уже много раз был. Очень много интересных находок нашел. Иконы были тут, интересные фотографии. В общем, после выхода фильма из этого места один подписчик написал мне, Алексей, на чердаке нашел одну вещь и там ее оставил. Это очень редкая вещица. Забери, пожалуйста, ее. А я, естественно, не думал, что она редкая, и она здесь осталась. Это было после выхода фильма год назад еще, наверное. И буквально месяц назад еще один подписчик пишет, Алексей, ты, говорит, на чердаке там одну штучку увидел? Забери. Это тоже редкая вещь. Да что такое? На этом чердаке столько интересных вещей. Я там коляску старую нашел. Куча фотографий было интересных. Вот. И сейчас я полезу на чердак искать эти две вещи, друзья. Вообще, я вам рекомендую этот фильм посмотреть, потому что он интересным получился. Ссылочка укажу внизу. Поэтому его обязательно потом посмотрите. Там как раз эти предметы фигурируют. Ну что, лезем на чердак. Высоко, но надо. Ну, посмотрим, что-то ничего не изменилось. Стоит пары. Вот, друзья, стоит домик. Смотрите, крыша не протекает. Сухая. Потолок критиковый. Печь копать практически целая. Но, тем не менее, люди отсюда уехали. Никто не живет. Находится в прекрасном месте. Комната, кухня. Хороший, очень хороший, друзья, домик. Но, к сожалению, уже никто тут не живет. Постройки уже обещали. Дом, как ни странно, крепкий, держится. Строили на века. Ну что, как думаете, кто-нибудь мог эти вещи забрать тут без меня? Ну что, включаем радар. Тын-тын-тын-тын-тын. Ух ты. Чугунок остался даже. Даже на металл не собрали. Хотя много раз сюда приезжает все. Ну что, друзья, вот он, смотрите, кипончик. Школьная кепка 60-х годов. Которая очень, казалось, редкая. Я тут раздумал дедушкин картуз. Еще улыбнулся. Оказывается, нет. Смотрите, велюровая. Вот велюр. Очень редкая вещица оказалась. И в хорошем состоянии причем. Ну, казалось, да, вот когда не знаешь, а вот подписчики мне, слава богу, сообщают. Так, теперь у нас еще одна вещь осталась найти здесь. Только где ее найти тут? Интересный кукол тут. Старая головешка. Где же эта железная штучка, которая тут была? Фара. Фара. Штучка, а ты где? Ну, кошелечку, кстати, тоже можно в музей взять. Ух ты, пионерская правда, что-то я тут раз не заметил. Мышами прогрызнут, конечно. Штучка, а ты где? В общем, Игорь, давай ищем железную штучку, похожую на консервную банку. Ух ты, точно. И игрушка нашлась. Это, короче, мне сказали масленка от мотоцикла. Здесь пипетка была. Ага. И вот как-то она открывалась. Вот мне сказали. Я в жизни подумал. Вот, оказывается, эткая вещица комплект мотоцикла. Вот только уточни, какого не помню. Я надеюсь, больше никто не будет писать, что я здесь что-то еще забыл. Ну, теперь со спокойной совестью можно ехать обратно. Ух ты, и пленка нашлась. Да что ж такое, как же. Тут раз выпустил, что ли, ее под поршень. Ну, в общем, друзья, я заодно мишку нашел, смотрите. Резиновый, целый. Конечно, мыши тут у носа прогрызли, но для музея пойдет симпатично, как я выпустил этот момент. Ну, в общем, все, друзья. Вот такая у нас была история. Поедем дальше. Письмо тут осталось. Старая. Привет из Болхова. Поставайте. 62-й год. Интересно. Почитаем. Ну что, друзья, вот такой у нас получился фильм. Надеюсь, он вам понравился. Как всегда, поделитесь с вами эмоциями, ощущениями в комментариях. А если возникли вопросы, обязательно пишите мне в соцсетях. Ссылки на них вы увидите в описании этого фильма. До новых встреч, мои дорогие. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok